Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В апреле-начале мая будет решаться судьба накопительной части пенсии. В правительстве отмечают, что при любом решении будут разрабатываться меры поддержки добровольного пенсионного страхования. Сейчас специалисты решают, как будет работать система и какие будут меры гарантирования сохранения накопительной части пенсии в течение длительного периода. А вот программу материнского капитала планируется продлить. Социальный блок правительства будет настаивать на сохранении этой программы, поскольку в России сокращается количество женщин фертильного возраста и необходимые меры, которые позволят сохранить высокие темпы рождаемости. Производители с начала 2015 года подняли цену на капусту на 66%. Такие данные приводит Минсельхоз. Сейчас в магазинах города капуста в среднем стоит 23,36 рубля за килограмм. Лук подорожал на 40,5% до 37,82 рубля. Картофель подорожал на 36% до 33,34 рубля. Морковь поднялась в цене на 31,9% до 43,80 рубля. На мясном рынке больше всего повысилась цена говядины на 10,2% до 306,33 рубля за килограмм. По последним данным Росстата, инфляция в России в годовом выражении составляет 16,7%. Власти Венгрии намерены продолжать работу над облегчением визового режима для граждан России. Сейчас Министерство туризма страны работает и над вопросами по снижению цен для россиян. Правда, в Венгрии и так всегда было не слишком дорого. Венгрия отменила безвизовый въезд для граждан России с 2001 года, когда вступила в Евросоюз и подписала соответствующее соглашение по шенгенской зоне. Российский фондовый рынок открылся небольшим снижением котировок. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1611 пунктов. Лидеры падения акции Мичелла, Фосагра и Распадской. Среди лидеров роста бумаги НЛ Россия, Северсталь и Россети. Открытие торгов на российском рынке происходит на фоне снижения котировок черного золота и фьючерсов на американские индексы. Торги в понедельник в Европе и США завершились ростом. На азиатских рынках сегодня разнонаправленная динамика. Курс доллара на 31 марта 58,46 рубля. Курс евро 63,36 рубля. Золото стоит 2231 рубль за грамм. Серебро стоит 31 рубль 30 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 55 долларов 65 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok